Собственно, я хочу рассказать про проект, которому уже больше трех лет. Собственно, в свое время возникла интересная задача. Вот есть у нас в Азиосе большое количество информации, в частности, сведения по станциям, которые есть на железной дороге. Вот интересно, насколько же их там много? Их там меньше половины, больше половины, правильно ли они называются и так далее. В связи с этим, как бы, возникло желание написать вариантатор, который бы проверял сведения о станции Хосм и сравнил их с некоторыми эталонными списками. Чем оказалось хорошо реализовывать задачи, например, железных дорог, что есть эталонный способ обозначения станций. У каждой станции есть так называемый ЕСР-код, который подразработаннейшим следствием имена для учета станций на железных дорогах. Собственно, есть даже официальный источник от РЖД, который называется тарифный руководство номер 4, где перечислены все эти станции. Они перечислены, также есть перечисленные списки линий, на которых написаны станции с условными расстояниями между ними, округленными до целых. Поэтому, используя эту информацию, можно было бы улучшать данные ВОСМ. А валидатор анализирует данные ВОСМ и пытается найти соответствующие станции ЕСР. Соответственно, соответствие, которое он ищет, может быть однозначным или неоднозначным. Вот, например, Брест Южный подмечен желтым, потому что здесь есть два Бреста Южных. ВОСМ. ПОСМ. 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 На самом деле, если посмотреть внимательно, коды у них почти не отличаются, так что скорее всего это два взгляда на код от одной станции. Соответственно, если мы посмотрим данные по этой станции, мы узнаем, мы здесь можем увидеть информацию о том, как эта станция называется в разных источниках. В данном случае, как бы, они с ним называются одинаково, но бывают разные случаи. Бывает, что станции переновывают, когда одних источники называются по одному, а по другим по другому. Соответственно, есть сведения по соседним станциям, которые можно также смотреть в общем списке. Есть сведения по тому, где эта станция найдена в ВОЗ. Вот здесь есть пример станции, которая является виртуальной. То есть, поскольку ЕСР был создан для его учета, в нем есть виртуальные станции, которые используются для того, чтобы рассчитывать тарифы на перевозку. Когда поиск пересекает границу, то выставляется дополнительный тариф, а для этого заводится специальная виртуальная станция экспортная. Физического смысла она не имеет, поэтому ее окон является дублем другой станции. Собственно, понятно, что станция Магарита экспортная, а на самом деле представляется это станция Магарита. Соответственно, когда этот проект затевался, общий процент был, я точно не помню, но меньше 20%. Сейчас уже почти 60%. И уже в значительное количество регионов, при попытке что-то улучшить, видно, что остались какие-то сложные случаи. Станции, которые никогда не понятны, где находятся, возможно, закрыты. Возможно, это дубли каких-то других станций, которые называются по-другому. Есть много всяких нюансов, которые бывают в процессе штурмирования станций. Собственно, проект начинался как валидатор, однако неожиданно казалось, что средние, которые у нас есть, с учетом, опять же, наших исправлений, переименования станций, которые случились до этого времени, исправления ошибок и так далее, они оказались полезны большому количеству других людей. Поэтому здесь есть экспорт, и, как показывает учение с заинтересованными лицами, этими данными пользуются, в том числе и представители железнодорожного отрасли. Я сейчас покажу пример небольшого, может быть, Proof of Concept, который я сделал для одного железнодорожника. Вот, у него возникла задача. Собственная железнодорожная фирма, у которой есть определенное количество вагонов. Ну, там, больше 150 вагонов. Вот, ему нужно было как-то улучшить свое понимание того, в каком состоянии находится его парк, и для того, чтобы как-то с ним работать. Вот, у него есть регулярно получаемый список вагонов с информацией в том, где они находятся. Я для него написал вот такую вот штуку, которая позволяет распарсить его файл, найти соответствующие станции. Вот, тут есть некоторые нюансы. Некоторые станции берутся из не очень интенсивных источников. Вот. Но, как правило, таких не очень много. То есть, видите, 132 вагона, 138 распозналась. Вот, при этом, ну, круглые десятки станций, даже меньше десятка, пришлось взять из других источников. И то, может быть, если вы достаетесь такой задачей, можно было бы и улучшить данные ОСН, такое следение, чтобы они вообще все расформировались. Раз уж эти станции встречаются в этом файле, значит, скорее всего, они реально существуют в природе, и их можно найти. Соответственно, в результате используя координаты станции мы можем посмотреть все эти вагоны. Причем, на вагон мы можем посмотреть подробную информацию. Конечно, это все proof of concept. Например, если есть несколько вагонов в одном месте, мы видим только один из них. Но, как бы, он показывает, что данные, которые, в общем, есть ОСН, можно использовать для вполне практических задач. На самом деле, представители второго жнота лошадьства интересуются другими задачами. Вот, в частности... Вот, здесь есть вагоны, которые требуют ремонта. Как раз вот это помечено. Соответственно, вагоны ремонтируют на вагон-ремонт предприятиях. Чтобы доставить вагон на такое предприятие, нужно найти наиболее подходящее предприятие, которое выполняет нужный вид ремонта. Вот, это уже задача роутинга. Собственно, железнодорожный роутинг – это вещь весьма специфическая. Не похоже ни на пешеходный, ни на автомобильный, ни на какой-то другой. Дело в том, что поезда формируются не как попало, а существует определенное расписание, как они формируются. Например, два раза в месяц от той дистанции до какой-то определенной формируется поезд. Соответственно, если нужно переместить где-то вагон, нужно это учитывать. Если нет прямого поезда из точки А в точку Б, соответственно, нужно как-то распланировать пересадки. Есть еще много других нюансов. Например, некоторые издания не возят определенный тип вагонов. Например, они могут не возить вагоны массой больше, чем сколько-то. Могут быть нюансы с тем, что не по всем перегонам можно поднять тяжелые составы. Поэтому могут тоже разного рода ограничения. Соответственно, Железнодорожная область – это такая сфера деятельности, в которой много нюансов, люди, далекие от нее, могут не очень даже представлять и не ожидать. Ну вот, собственно, начиналось все достаточно простого проекта. Ну вот, собственно, как бы лучше шкаф – все. Вопросы есть? А вообще существует вот программа роуза? Или это все по стране до сих пор? Да, программа роуза не существует. Даже существуют разработки, которые делают по плану формирования поездов, но, как правило, это проприетарные разработки, зачастую недоступные бесплатные. Собственно, поскольку Железнодорожная область довольно закрытая, а выступают в ней, ну, Грузовая Железнодорожная область, выступают в ней участники, для которых те же информационные технологии по цене несобстанимы, ценой тех же вагонов, грузов на них и так далее, то, как правило, тут нет такого большого движения, чтобы все это было открыто, дешево, доступно и так далее. Хотя, конечно, люди, которые работают в этой сфере, периодически об этом говорят. То есть, есть даже определенные подвижки в этой области, насколько мне известно. Но, как бы, поскольку это довольно ограниченная, замкнутая эта область, мы о ней, в общем-то, не слышим. Откуда они слышат про нас? Ну, как, они о нас слышат. Я, собственно, говорю, вот, я недавно общался с представителем одной фирмы, которая разрабатывает врусованные системы движения МРАТРАП. Они сказали, что им в какой-то момент возникло вопрос, как бы показывать, вот, ну, собственно, вагоны же, поезда на карте. Вот. И они сначала думали, давайте пройдем кардинаду Яндекса. Ну, все видели Яндекса в списании. У них, вроде, это показов на карте станции. Но оказалось, что есть источник более доступный, то есть, который воровать не надо, а просто скачал файл, и они уже есть. Вот. Собственно, они говорили даже, что они думали, что у них будет низкая точность, с учетом, опять же, точности навигаторов, с которых были взяты данные. То есть, ну, собственно, они говорили, что на железной дороге были большие проблемы с ГЛОНАССом. Вот. Поэтому, ожидая, что полученные из бытовых GPS-ов координаты будут настолько неточны, что они не будут попадать на рельсы и так далее. Вот. Оказалось, что в подавляющем себе случаев выглядит вполне себе пристойно. То есть, точно попадают в то место, где они нарисованы на карте. Вот. То есть, точность оказалась выше, чем они подозревали. У меня вот вопрос, я просто не знаю эту тему. Я насколько знаю, там, определенные участки ЖД-пути вообще рисовать нельзя. Как вообще здесь? Какие? Мы не знаем. Мы не знаем, можно ли рисовать или нет. Потому что ходят слухи, что в некотором перечне, который для служебной полиции легкий, есть железные дороги. Но мы это пересень не можем знать. Поэтому мы рисуем, потому что мы не знаем. Какие есть обчатки рисуем? Ну, там есть, на самом деле, ЖД-пересень, что ты их железные пути промзонные, и ты не можешь показывать... Нет. Насколько я знаю, есть приказ в Минкоммунном Развитии, по-моему, к которому есть приложение, которое никто не видел. Ну, то есть, видели только те, которые имеют соответствующие долг. Это другое, это про секреты. Железнодорожные пути, они просто отличные со всеми. Как это не показывать? Ну, а как? Там идет генерационный рейдик, все же. Я смотрю на спутник, вижу здесь рельсы. Я их нарисовал, я не очень разбираюсь. Идут они в заботу, или они заброшены, или что? Ну, можно протегировать, там же есть эти, есть там, юсэш, основная дорога. Они, в большей части, протегированы. Ну, на самом деле. Ну, по-моему, я... Я недавно нарисовал на северной железной дороге, там много разных определений. Причем, похоже, некоторые когда-то взяли к каким-то местным, то ли ангарам, то ли что-то, или... Там этих ангар пристроился, не очень понятно, к чему они ведут. И снимок тоже слегка разбухит. То есть, не очень понятно, даже там, где вроде что-то есть, не очень понятно, что. Пути к заводам они в ЕСР все равно не используются. Да, но на самом деле, опять же, здесь мы изучаем станции, а не пути. Кстати, информации о путях, как таковой, вообще нету в публичном доступе. И, в общем-то, с ней тоже сложно, потому что, как правило, есть информация по целому развитию на конкретной станции. Вот. Есть информация, что от станции до станции есть рельсы. Как бы, больше, в общем, знают, может, какие-нибудь эксплуататоры этих, ремонтные конторы и так далее. Вот. Но для тех же железнодорожников, по большому счету, эта информация не очень нужна. Они выпускают поезд с одной станции. И, в общем-то, поезд оказывается на другой станции. Где он был по пути, какая ширина была между путями, тоже не важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому